Любое образование, как известно, своим результатом имеет культуру. Также и экологическое образование в результате даёт экологическую культуру, а образование для устойчивого развития ведёт к формированию культуры устойчивого развития. Если мы можем так или иначе представить себе культуру экологическую, то культура устойчивого развития пока для нас терраинкогнито. Поэтому пока поговорим об экологическом образовании. Пара слов об его истории. Начиналось оно как природоохранительное образование. Если мы посмотрим, например, учебник географии, то в разделах, которые заканчивают изучение материка, например, Африки, обязательно была тема охраны природы. Читай охрана растительного и животного мира. Сейчас на этом месте находится уже немножко другая тема. Она будет называться «Человеки природа» или «Человеки окружающая среда». Что ещё точнее? Поговорим о его понятии. Что такое экологическое понятие? Ну, надо сказать, что этими вопросами занимаются очень многие учёные. Да, можно сказать, что любой студент, который учится у нас на географии и экологии, он обязательно будет давать определение понятия экологическое образование. Но посмотрим на наших корифеев, например, на Дзитковскую и Захлебного. Они говорят, что экологическое образование и общение личности к культурному опыту взаимодействия человека с окружающей средой. Это во-первых. И во-вторых, это формирование в его процессе культуры отношения к окружающей среде, но какой деятельностной культуры, то есть на самом деле рациональной деятельности в окружающей среде. Существует несколько моделей экологического образования. Ещё в 1994 году, опять-таки, те люди, которые, наверное, первыми стали заниматься в России экологическим образованием, это Зверев и Суровегина, они построили концепцию экологического образования. И в этой концепции они предложили три модели экологического образования. Первая модель – это предметная. То есть должен быть специальный предмет, экология, та или иная. Возможно, это даже и во многих классах, а не только, например, в девятом или десятом-одиннадцатом классах. Вторая модель – это модель многопредметная. То есть, когда экологические вопросы рассеяны по всем предметам на самом деле, и даже математика, русский язык и даже иностранный язык тоже вносят свою лепту в формирование экологической культуры. И, наконец, есть третья модель – это смешанная. Мы, конечно, склоняемся к тому, что должна существовать прежде всего смешанная модель. То есть, наряду с тем, что каждый предмет вносит свой вклад в развитие экологической культуры, но и еще есть обязательно предмет экологического содержания, который находится на этапе завершения основного общего образования. То есть, это получается в девятом классе. Что это будет за предмет? Нам кажется, что этот предмет скорее должен быть экологией Якутии, то есть экологией своего родного края. Очень часто люди путают экологическое образование и преподавание экологии. Некоторые считают эти понятия синонимичными. На самом деле, конечно, это не так. Экологическое образование или преподавание экологии. Часто люди считают экологическое образование синонимом биоэкологического образования. Вспомним, кого пригласит директор школы, если нужно подготовить команду для участия в экологическом соревновании любого уровня и ранга. Конечно, это будет прежде всего учитель биологии. Но давайте опять-таки перелистаем первый стандарт школьного экологического образования, который вышел в 1993 году. В этом стандарте определены научные области экологии. Это глобальная экология, биоэкология, геоэкология, социальная экология и экология человека. Но теперь мы уже видим, что не только биоэкология задействована в этом процессе. А если мы подумаем о том, какова сама биология, это меганаука, которая состоит из нескольких десятков научных отраслей, то мы, конечно, понимаем, что учитель каждого предмета должен внести свой вклад в развитие экологической культуры. Например, учитель математики. Казалось бы, на первый взгляд он далек от экологии. Но ведь он может предложить своим школьникам порешать, например, такую задачу. Сколько нужно выробить леса, чтобы отопить сельский дом в 100 или 200 квадратных метров? Ну, это они сделают, это понятно. Но главное, чтобы после решения этой задачи учитель математики обратил внимание на то, что в условиях дефицита энергии, может быть, и не стоит строить такие большие дома, перейти на более экономный вариант. Предметы, естественно, научные, такие как биология, химия, физика, география, именно они, конечно, вносят свой самый большой вклад в экологическое образование. Это понятно. Но я еще хочу сказать о том, что география – это особенный предмет на еду с биологией. Дело в том, что у географии есть два крыла – природная и социально-экономическая. И поэтому географы исследуют природу комплексно, в отличие от всех других наук. Итак, вернемся к тому, что мы говорили о смешанной модели экологического образования. И, как мы уже сказали, завершаться это образование должно, как минимум, в девятом классе, на завершающей ступени основного общего образования. Но есть ли этот предмет? К сожалению, в настоящее время ни на одном из уровней общего образования – начальное образование, основное образование, средняя школа – такого предмета нет. Правда, есть свет в конце туннеля. Мы знаем, что в 2020-2021 учебном годах появится, наконец, предмет экология в старшей школе. Это хорошо, это хорошо, это нас радует. Но давайте спросим себя, оптимальное ли это место? На наш взгляд, это место должно измениться. И завершать экологическое образование все-таки нам придется в девятом классе. Почему? Я не говорю, что в десятом-одиннадцатом классе мы не будем заниматься экологическим образованием. Нет, конечно. Но в чем дело? Дело в том, что сейчас уже часть школьников не идут в старшую школу. Они завершают образование в девятом классе, и таким образом предмет экологии они никогда не смогут изучать. Теперь поговорим о целях экологического образования. Ну, самый простой ответ – это формирование экологической культуры. Но тогда нужно задать и следующий вопрос. А что такое экологическая культура? Ну, давайте немножко об этом поговорим. Экологическая культура, по мнению большинства ученых, географов, биологов, экологов, которые занимаются этой проблематикой, состоит из нескольких компонентов, среди которых они обязательно будут называть экологические знания, экологическое сознание, экологическая деятельность. Да, так тоже можно сказать. А можно пойти по пути, предложенным Владимиром Павловичем Максаковским в отношении географической культуры. Он говорил, что она состоит из четырех компонентов. Также и мы в отношении экологического образования можем сказать, что экологическая культура состоит из экологических знаний, или, можно сказать, экологическая картина мира. Следующий компонент – это экологическое мышление. Следующий компонент – это экологические методы, что, можно сказать, что это экологические умения. И, наконец, экологический язык. Вот такой вариант может быть в отношении результатов экологического образования. Но есть еще вариант, может быть, он вам покажется странным. Я скажу, что в школе мы формируем только экологическую грамотность. То есть это первая ступень к экологической культуре. И только в профессиональном образовании мы можем формировать экологическую культуру. А самый высокий ее ранг – это уже экологический менталитет. Ну, в данном случае я применила идею Гершунского и взяла ее по отношению к экологической культуре. Для чего все это? Для чего все неимоверные усилия педагогической общественности по формированию экологической культуры? А главное здесь все-таки – это позволить нашей планете сохраниться. То есть речь идет уже об устойчивом развитии. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. От экологического образования к образованию для устойчивого развития. Что такое устойчивое развитие? И какова его предыстория? Ну, впервые это понятие было применено комиссией Брунтланд в 1987 году. И тогда начали говорить об устойчивом развитии. И затем в 1992 году, через пять лет, была принята повестка дня на 21 век. И именно тогда уже широко во всем мире пошла эта идея о том, что необходимо заниматься образованием для устойчивого развития. Так вот, если мы будем говорить об устойчивом развитии, то к чему мы должны прийти? Дело в том, что устойчивое развитие, оно предполагает взаимодействие трех важных компонентов – экологии, экономики и общества. Так вот, что же мы говорим об экологии? Это позволить людям иметь благоприятную окружающую среду, высокое качество жизни. И, наконец, в экономической сфере – это устойчивый экологический рост.